На неделе в центре внимания досрочный вывод российских миротворцев из Карабаха. Этот шаг Баку и Москва согласовали на самом высоком уровне. На основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года высшим руководством Азербайджана и России, было принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны российских миротворцев, временно размещенных на территории Азербайджана. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России осуществляют соответствующие меры по исполнению данного решения. Российский миротворческий контингент был размещен на горном Карабахе и вокруг него по результатам трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, остановившего Вторую Карабахскую войну. Задачей контингента было обеспечение безопасности местного населения и зафиксированного на тот момент политического равновесия. Срок размещения контингента был определен в пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если ни одна из сторон соглашения не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении продлить это соглашение. Однако события, произошедшие в Праге и Брюсселе, кардинально изменили статус миротворческого контингента. Тогда премьер Армении Никол Пашинян официально признал Карабах азербайджанским. Позже президент России с удивлением описывал эти события. В Праге они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили то же самое на аналогичные встречи в Брюсселе. После этого на одну из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпевствуя качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Российские эксперты считают, что Путин и Алиев явно не вчера договорились об этом шаге. Это решение требовало длительной подготовки. Возможно, оно было принято в Бишкеке в октябре прошлого года, через месяц после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. Или в Санкт-Петербурге во время неформальной предновогодней встречи глав СНГ. Вывод российских миротворцев осуществляется по совместному решению на высшем уровне руководителей России и Азербайджана. Вывод осуществляется поэтапно. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих публичных оценках всегда исключительно высоко оценивали, как российские миротворцы выполняли, выполняли невозможные на них обязанности. И тем не менее, несмотря на то, что армянское руководство признало Карабах азербайджанским, во всех бедах пытались обвинить российских миротворцев. В Ереване негодовали, что миротворцы не встали на пути азербайджанской армии во время антитеррористической операции в сентябре 23 года. А ведь с самого начала их мандат не предполагал применение оружия или участие в боевых действиях. Под этим свою подпись ставил и Пашинян. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и о вводе наших миротворцев. И вот следующий очень важный момент. Весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявлении от ноября 2020 года. И права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У нас у миротворцев никаких других прав там не было. Миротворцы выполняли только наблюдательные функции. С другой стороны, военным приходилось решать несвойственные им социальные функции, технически поддерживая жизнь армянского населения региона, порой и вплоть до обеспечения работы армянских школ. Ереван от этой работы самоустранился. Стоит помнить, что тысячи карабахских армян нашли убежище на базе миротворцев во время боевых действий. А после того, как подавляющее большинство проживающих в НКР армян приняли решение покинуть свои дома и переехать в Армению, миротворцы фактически остались без работы. Когда подписали документ, гласящий, что Карабах теперь Азербайджан, Алматинская декларация действует, в этом заявлении, которое было с участием Евросоюза подписано, там ничего не сказано о том, что при этом надо обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. Не сказано об этом ничего. Поэтому говорить, что из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха, это неправильно. В условиях, когда в конце прошлого года Азербайджан провел антитеррористические мероприятия, итогом которых стало полностью восстановление территориальной целостности страны, проживавшие в Карабахском, Шинамическом районе армянское население, приняло добровольное решение уйти в Армению. Наступила новая реальность. В условиях новой политической реальности их миссия считается выполненной. После того, как Карабах вернулся в Азербайджан, договоренности о миротворческом контингенте образца 2020 года устарели. Произошла адаптация к новой реальности уже в двухстороннем формате Москва-Баку, без участия Еревана, признавшего Карабах частью Азербайджана. Больше неактуальны и другие форматы. Например, совместный российско-турецкий мониторинговый центр «Багдами», который был создан в 2021 году, чтобы следить за прекращением огня в Карабахе. Он также прекращает свою работу. Все логично. Теперь за порядком на своей территории будут следить внутренние органы Азербайджана. Это их ответственность. Однако досрочный вывод российских миротворцев. Из Карабаха многие реакционные силы, естественно, будут использовать против Москвы. Мол, Россия слабеет и теряет свои позиции на Южном Кавказе. Но с этой точкой зрения можно поспорить. Никакой черной кушкой искать здесь не надо. Сейчас армянское население покинуло полностью. Азербайджан добровольный. Это был их выбор. К этому никто не принуждал. Условия, когда армянского населения в Карабахе не осталось. Они все ушли. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мандат российских миротворцев, очевидно, считается выполненным. Ничего в геополитике не случается просто так. Этим жестом Россия, наоборот, укрепляет свои позиции. Во-первых, держит слово, что миротворцы были в Карабахе временным явлением. Во-вторых, России не обязательно военное присутствие в дружественной стране. Главное – доверие, которое между Москвой и Баку станет еще сильнее. Азербайджан – стратегический партнер России в достижении экономического суверенитета. И вот тому яркое подтверждение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Это будет первый визит Ильхама Алиева в Российскую Федерацию после его переизбрания 7 февраля на пост главы государства. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике. В частности, по мнению экспертов, лидеры могут обсудить и начавшийся вывод российских миротворцев из Карабаха. Также по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БААМа и работниками железнодорожной отрасли. Как известно, отец президента Азербайджана Гидар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали. Российские эксперты считают, что Москва на Южном Кавказе делает ставку не на военные базы, а на глобальные инфраструктурные совместные проекты. Вашим коридор в север-юг. Приход вне региональных игроков в Армении ставят под угрозу стабильности в регионе, а следовательно функционирование этого коридора. Вот голый прагматизм. Россия должна действовать исходя из обеспечения своих национальных интересов. Надо укреплять российско-турецкие отношения, надо укреплять российско-азербайджанские отношения. Сейчас Москве и Баку нужен мир в регионе. В интересах партнеров не допустить полномасштабной войны, в том числе между Ираном и Израилем. Так как через Иран проходит транспортный коридор север-юг и коридор Аракс из Азербайджана в его эксклав Нахичевань. Страны региона в широкомасштабной войне никак не заинтересованы и, конечно, будут предпринимать усилия для снижения градусов эскалации. И только Россия, и другие страны втёваны в осуществлении и реализации логистических проектов, которые очень важны для экономики всего региона. Москве расставляет приоритеты и сейчас в стремительно меняющемся мире нет смысла держаться за прошлое. Надо думать о будущем. На данном историческом этапе Россия развернулась на восток. И все геополитические шаги будут выстраиваться исключительно из этой логики. Продолжение следует...